Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф И сегодня мы снимаем на площадке садового центра Европлант У нас для вас есть отличные новости С 1 октября у нас началась большая осенняя распродажа Все растения на торговой площадке, абсолютно все, будут стоить на 50% меньше, чем в сезон 50% скидка Ну и, конечно, мы приехали не только для того, чтобы рассказать о скидках А в первую очередь, чтобы вы могли полюбоваться настоящей прекрасной осенью, которая в этом году в Петербурге Она действительно золотая, настоящий багрец, о котором мы так долго вообще мечтали Мне кажется, что сегодня на площадке даже более ярко и красочно, чем в период цветения Потому что разнообразие оттенков на листве, они просто превосходные Такое случается не каждый год Сегодня мы посмотрим, какие растения действительно особенно хороши в этот период Тех, кто проживает в садах круглогодично, особенно осенью Мне кажется, это крайне важно, чтобы сад действительно ваш был такой же нарядный, как и здесь Вот выглядит сегодня наша торговая площадка И можно было не ездить в какие-то прекрасные, замечательные наши старинные сады Типа Павловска, где падают красивые кленовые листья Но и здесь, и здесь, и в вашем саду могло бы быть совершенно не хуже Пойдемте посмотрим багрец Чтобы далеко не отходить Здесь помните, я снимал ролик про замечательную метельчатую гортензию Пол Стар И говорил, что у нее осенняя окраска или нет, возможно, я об этом не сказал Мне кажется, что стоит показать, потому что для гортензии это не такая распространенная история Когда листья становятся вот такого насыщенного, свекольного цвета Она действительно будет хорошим украшением в саду, даже без цветов Цветочки на других экземплярах уже практически пожухли Это как бы разные поставки Но смотрите, какая она Вот у меня в саду она практически вся выглядит вот так На ней еще красивые лиловые цветы, такого насыщенного винного оттенка И вот такая вот замечательная, красивая листва Пойдем дальше Ну, невозможно, мне кажется, представить багрец в саду без барбарисов Барбарисов сейчас огромное множество Мне кажется, одни из самых красивых это барбарисы сорта Эректа Потому что на них можно встретить прям все цвета, все оттенки И зеленый, и золотой, и красный, и пурпурный, и бордовый Очень красивые кусты Мне кажется, что это шикарный акцент в саду Ради одного этого стоит потерпеть, мне кажется, барбарисовые колючки Ну и сразу же тоже, чтобы не отходить далеко Хочется тоже рассказать об одном из моих любимых растений Это бересклет Бересклетов есть сейчас много сортов Один вот вы недавно видели в ролике из сада Ольги Чененковой А здесь у нас бересклет европейский Ну, во-первых, это сумасшедший, конечно, один из самых ярких Мне кажется, таких насыщенных оттенков Может быть, даже такой малиновый И прекрасные абсолютно у него плоды Потому что, во-первых, это не только осенняя история Плоды будут так выглядеть, ну, наверное, может быть, всю зиму Цвет совершенно шикарный У вас будет в саду кустарник, который покрыт красивыми ягодами Это просто даже хочется съесть Я как человек, который вечно в саду тянул все в рот Смотрю на это, немножко облизываясь Но, конечно, это не еда Ну, это в первую очередь красота Пойдем дальше, посмотрим, что у нас еще Ну, конечно, одни из самых ярких акцентов в садах всегда это и пузыреплодники Пузыреплодников сейчас тоже огромное количество разных сортов Они и пурпурные, и таких красивых каких-то мармеладных оттенков Всем садоводам уже, наверное, хорошо известен сорт пузыреплодника Диабло Вот, он прекрасен совершенно летом Потому что, ну, это тоже такое яркое пятно, которое все лето выглядит насыщенным таким цветом Но многие жалуются на него зимой Потому что неожиданно, даже не зимой, какой зимой Ну, зимы у нас тоже сейчас разные бывают Отличительная особенность пузыреплодника Он довольно долго держит листья Но неожиданно осенью он иногда становится такого некрасивого, темного, зеленого, даже черного такого оттенка И все спрашивают, ну, как же, вы же обещали пурпур, яркость, а этого не случилось В этом году случилось все И вопрос, который задают ландшафтникам Ну, вот почему такое случается? Достаточно сложно, мне кажется, предсказать эту историю Потому что масса факторов, которые влияют на изменения В листьях накапливаются каротиноиды И это происходит не всегда На это влияет и температура лета И наличие дождей И освещенность места, в котором вы посадили Иногда происходит так, что абсолютно два одинаковых сорта клёна, посаженных рядом, ведут себя по-разному Ну, и тут уже можно только разводить руками Почему это произошло? То есть, ну, вот это такая хорошая у нас осень, действительно яркая Когда все растения показали себя великолепно И сейчас мы стоим у замечательного растения Довольно-таки не слишком распространенного в наших садах Это сумах Сумах оленерогий Который, ну, тоже замечательный Когда я был в Польше Там это растение очень сильно распространено в садах Оно прекрасно цветет красивыми такими длинными свечками Темно-пурпурными И они стоят всю зиму У нас в последнее время тоже Сумах показывает себя замечательно Он прекрасно и цветет, и хорошо зимует Недостаток этого растения, наверное, один из немногих недостатков То, что он сорит порослью То есть, у многих растение себя ведет как дикарь Ну, посмотрите, как оно прекрасно Тоже все оттенки осени И золотые, и зеленые, и розовые Дерево это бывает достаточно высоким Изящным И очень красивым Я вот уже который год смотрю на него И думаю, что, конечно, в саду иметь такое растение нужно Оно очень красивое Ну что, пойдемте Как же можно представить себе золотую осень без кленов Посмотрим, что происходит с кленами Опять бересклет у нас здесь Замечательно красивого оттенка Между прочим, спиреи Спиреи тоже не стоит забывать Разные сорта спиреи, разные виды Тоже имеют декоративную окраску Они некоторые желтеют, некоторые краснеют Но смотрится тоже совершенно великолепно Голубика Голубика тоже показывает себя прекрасно Ну и многие рододендроны Листопадные и полулистопадные Тоже очень красивые Мы сейчас чуть попозже обязательно посмотрим А пока клены Клены просто великолепные Может, многие помнят Мы с Виктором Тропченко снимали про клены Отдельный хороший ролик Рекомендую вам его пересмотреть Тем, кто его пропустил Он замечательный Вот и смотрите Это клен у нас в Кримсом Сентре И тоже таким он замечательным Бывает не всегда Потому что, посмотрите Клен, который летом был практически Такого густого, почти черного оттенка Сейчас начал светлеть И вот заиграл настоящими Такими красивыми осенними красками И листики на них, я смотрю Держатся довольно плотно Вероятно, листопад у него случится не скоро И довольно долго он будет выглядеть так У нас сегодня первый день распродажи И, честно говоря, ощущение такое Что, по сравнению со вчерашним, треть растений уже сегодня было продано Я прям боюсь, хожу, что, господи Вот даже красивых кленов уже нечего поснимать Так Невозможно опять пойти без Барбариса Какой это у нас сорт Сейчас посмотрим Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди Прекрасный тоже оттенок И посмотрите, два дерева Два прекрасных дерева Оба из которых Сакуры Сакуры-сарженты Но чем они отличаются? Смотрите Разные сорта Это у нас Чарльз Саржент Посмотрите, он держит листву довольно-таки долго И имеет тоже замечательную осеннюю окраску Посмотрите, какой прекрасный цвет листьев И листики тоже довольно долго на нем держатся А это у нас Это у нас сорт ранчо И вот ранчо опал значительно раньше То есть, в принципе, тоже для тех, кто хочет посадить у себя сарженту Если вы живете на даче И дача у вас условно до 1 сентября То лучше взять эту сакуру Потому что она будет раньше вас радовать А если вы живете круглый год То, мне кажется, стоит обратить внимание на эту Видите, один и тот же вид Разные сорта Насколько это важно Ну что, пойдем посмотрим, что у нас с рододендронами Итак, только хотел сказать про рододендроны Но увидел еще замечательное растение Не поверите, слушайте, это клематис И он до сих пор цветет Кассандра Удивительно, что листья уже закончили свою вегетацию Они начали желтеть Посмотрите, какой шикарный оттенок Но цветы, тем не менее Есть еще бутончики То есть он до сих пор цветет И раскрывается Как это происходит параллельно Мне кажется, уму непостижимо Но выглядит прекрасно Голубые цветы на фоне желтых листьев Невозможно было не отвлечься А вот и рододендроны Посмотрите, какой красивый цвет Выглядит во многом похоже, между прочим На голубику И похоже еще на кизильник Вот такие, мне кажется, оттенки На блестящих листьях Встречаются вот на голубике На кизильнике И еще рододендроны В рододендронах единственное Вот что мне не нравится Что они цветут однократно Это происходит весной или летом А потом долгий период Эти просто зеленые скучные кустики Ну посмотрите, как они Замечательно выглядят и осенью Это еще один плюс Листопадных и полулистопадных рододендронов По сравнению с вечно зелеными Где у нас еще наблюдаются багрец Ну, наверное, может быть Неожиданно мы посмотрим Вдруг хвойные Вдруг и с ними уже что-то произошло Как известно, например, микробиота На зиму меняют свой цвет На бронзовый Но вот я вижу, что еще Это происходит И с некоторыми можжевельниками Посмотрите тоже Какой интересный оттенок Не знаю, может многие могут испугаться Что-то не так Он умирает, надо его спасать Но на самом деле Вот этот вот прекрасный Такой пыльный оттенок Как утренняя изморозь Немножечко покрытый инеем Вот так выглядит этот можжевельник осенью Замечательный цвет И что еще? Из тех растений, о которых я рассказывал Вам летом Очень хотел вам показать Сирень низким Сирень раскидистая Которая небольшого размера Но имеет замечательный окрас листьев Но, к сожалению Поскольку у нас все-таки Этот посадочный материал Приходит из Польши Сирень не дождалась меня Сбросила окончательно листья Но мы все равно вам покажем Сирень низким Раскидистую Которая посажена у нас Рядом с садовым центром И там уже она себя чувствует Она уже здесь адаптировалась И сейчас она Хоть немножечко в дорожной пыли Но выглядит очень декоративно Рекомендую тоже всем обратить внимание Ну и все Чтобы не быть слишком многословным На этом я заканчиваю наш репортаж С площадки Приглашаю всех полюбоваться Осенним красивым пейзажем Который у нас здесь Приобрести растения со скидкой Пока мы еще имеем возможность Их продавать Потому что скоро сезон закроется Как только мы все распродадим Мы все уедем в отпуск Ну и также Я сделал свой небольшой канал Есть у меня еще такая страстишка Одна это грибы И приглашаю всех Кто интересуется грибами Ленобласти и Северо-Запада К себе на канал Который называется Грибы отсюда На этом я с вами прощаюсь С вами был канал Европлантлайф И я Андрей Смирнов Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok